Самое доброе утро! Самой позитивной стране Евросоюза, Латвия. Просыпаемся. Мусоросжигательный завод в Рижском районе. Сегодня поговорим о том, чем вчера все закончилось. Ну, тем, чем закончилось, наверное, маленькой победой. Мы не можем сказать, что все, 100% мусорного завода не будет, мы победили. А закончилось маленькой победой, потому что дело приостановили на неопределенный срок. То есть несколько месяцев нас оставят в покое. Сам понимаешь, что простые люди, простые люди вышли на борьбу с олигархом, у которого там миллиард. И он так просто не сдастся. Поэтому посмотри, послушай пошагово, что будет происходить дальше. Почему дело о заводе приостановлено? Потому что они были уверены, что они это сделают втихую и по-быстрому. Поэтому они на детали не заморачивались. То есть то, как это было оформлено с кучей юридических ошибок, без каких-либо экологических экспертиз и так далее, была полная уверенность о том, что с депутатами мы договоримся, они подмахнут и поехали. И тут вдруг, сам понимая, что произошло, собралась общественность и остановила эту процедуру. А сейчас, если в деталях разбираться, то документы подготовлены некорректно, неправильно. И если будет суд, а суд-то по-любому будет, то они 100% его проиграют. Поэтому они взяли паузу и небольшой отвод. Основная формулировка для того, чтобы убедить население в том, что это безопасно. А вот теперь про детальки. Первое, что произойдет, это будет ряд заказных статей в Делфи. Ты должен понимать, что сейчас уже они выходят, эти статьи, и они будут выходить таким образом. Например, какие-то маргиналы, какие-то вот парни, которые говорят на русском. То есть они начнут делить опять общество по старой схеме. То есть латыши должны быть за мусоросжигательный завод, русские против. Про кремлевские, про украинские. Вот это вот говно они начинают подмешивать. Это, разумеется, куча заказных статей в Делфи о том, что это безопасно, о том, что это хорошо. В следующий момент мы соберем всех депутатов в автобус, кучу кинокамер, журналистов и отвезем в Хельсинки. Либо, может быть, австрийский мусоросжигательный завод и покажем, как он работает. Мы не повезем на Каунусский. Потому что вот сейчас в комментариях ты здесь увидишь, или зайдешь в поисковик и узнаешь, какой завод построили в Каунусе мусоросжигательный. И там просто в шоке. Там отравили все, что только возможно. Там со спутника видно отравленные ближайшие реки. Понимаешь? О чем идет речь? О том, что у нас покупают дешевое оборудование, втюхивают нам его. И таким образом это будет мусоросжигательный завод, не такой, как в Австрии, не такой, как в Париже и так далее. Я говорю без технических всяких формулировок, но еще раз говорю. Зайди и посмотри в Каунусе этот завод и послушай, что говорят люди. Те, которые живут в окрестностях. Вот они в свое время не отстояли закрытия этого завода. А мы пока выигрываем. Следующий момент. Ты понимаешь, что это много тысяч евро, чтобы заплатить журналистам заказные статьи в Делфи. И что происходит? Выходит вот такая говорящая голова, как я, просто с телефона. И я набираю, например, там 100 тысяч просмотров. И это перекрывает все эти Делфи, все эти новостные порталы, которые есть. И олигархи тратят кучу денег на то, чтобы запудрить мозги простым горожанам. И у них нихера не получается. Поэтому следующий удар придется на нас, на блогеров. Начнут, конечно же, с меня, потому что у меня чуть больше просмотров. Как это делается? Меня блокируют на Фейсбуке, ты видишь, и мои посты набирают там 5 тысяч. То есть, как только я выхожу из теневого блока, 100 тысяч. Как в теневом блоке, 5 тысяч. Поэтому посмотри под этим видео и определив, в каком я блоке сейчас. Теперь феноменальная история моя. Моя личная история. Фишка в том, что у моей супруги пришла повестка прийти в полицию. Что интересно, в повестке не написано никакая статья, ну, никакое дело заведено, а простая формулировка. Просьба прийти в полицию, такого-то, такого-то, во столько-то, для того, чтобы дать показания на вашего мужа по поводу угрозы жизни и здоровья депутатов, которые защищают мусоросжигательный завод. Это выглядит так, как будто бы блогер написал какой-то текст или анекдот, или ребенок. Вдумайтесь, я веду вот эту деятельность, то есть, информирую людей о мусоросжигательном заводе, и повестка пришла не мне, а моей супруге. Вы можете себе представить, как это вообще законно возможно? Следующий момент, когда вчера вышли депутаты, с депутатами вышел мужичок, вот видео где-то здесь я его приложу, и сделаю более детальный обзор на него, выходит этот Левит и говорит, что, ну, объясняет, насколько будет хороший мусоросжигательный завод. И люди говорят, не надо нам объяснять, насколько он хороший, он нам не нужен, его здесь не будет, не трать свое время. Соответственно, он начинает смеяться над людьми. Конечно, конечно. Я говорю, мы что-то смешное сказали, мы похожи на клоунов, вот прям так реально ему говорю. И подходит второй мужичок, никто не может понять, кто он это. Предполагаю, что это либо юрист из структуры Челы, либо кто-то такой. Я по ошибке принял его за депутата, они очень похожи в физиономии с одним депутатом. Вот, и этот человек говорит ему, на этого, на меня, это сказано под видео, у меня есть доказательства, не обращая на него внимания, на него уже открыли дело. Как я это дело еще не получил в руки? У меня зафиксирована дата, когда постороннее физическое лицо говорит, что на меня завели уголовное дело, а я это дело еще не получил в руки. Как моя супруга получила на руки приглашение явиться в полицию раньше, чем я в руки получил это дело? Понимаете? То есть, на мой абонементский ящик не пришло ничего, заказного письма никакого не было. До сих пор у меня нету повестки явиться в полицию, но моим родственникам прислали повестку, чтобы они явились на дачу показания, как это закон вообще возможно, чтобы жена давала показания против мужа. По какому закону это возможно? То есть, это ладно, об этом будем говорить чуть позже, но фишка в том, что сейчас будет давление на блогеров. Ну, буду я и, видимо, займутся следующими. Как только у кого-то просмотров больше, он становится популярный, его начнут накрывать. Еще раз объясняю, почему это будет происходить. Потому что вброшенные деньги в Делфи и в другие журналистские истории, они не набирают такое количество просмотров, как набирают эти блогеры. Следующий момент. Наверняка будут выявлены самые активные из нашей истории. То есть, вот собираются тысячи человек, из них есть активных, например, 10, которые задают правильные вопросы, и эти вопросы рассыпаются просто у тех, кто ведет эти конференции. Они попробуют подойти к этим людям и попробуют либо запугать их, а это телефонные звонки, и, например, такие звонки мне раздаются. Но я не отношусь к ним это серьезно, потому что нельзя доказать, что это кто-то ребят из завода звонит и угрожает. Это может быть просто какие-то хулиганы. Поэтому начнется с таких звонков, потому что они уже происходят, и в следующий момент их попробуют либо купить, либо запугать. Вот. Но, несмотря на это, Латвия была и есть, остается позитивной страной. Почему? Потому что в этом случае, по сегодняшнюю минуту, пока не сломалась эта демократическая машинка. И все, что сейчас происходит, это в рамках культурного обмена и в рамках демократии. Это очень позитивно. Напомню, что вчерашний митинг охраняло 4 экипажа полиции, и огромное спасибо работникам полиции. Там присутствовала государственная полиция, и там присутствовала муниципальная полиция. Две структуры. Корректность поведения полицейских выше всяких похвал. То есть полицейские стояли в вскрытии, полицейские не провоцировали, полицейские не давали поводов для того, чтобы их как-то, ну, плохо про них, скажем так, говорили. Что касается самого митинга. Это вообще интересная история. Митинг разрешили только на 20 человек, без громкоговорителей, без каких-либо заявлений. Люди должны были стоять на удалении друг от друга там в метре. И поэтому люди завязали себе рот скотчем. Потому что нам не дают говорить. Потому что митинг разрешили там буквально за два дня до заседания. Народ просто физически не смог бы собраться в это время, понимаете? Второй момент. В этом митинге можно только стоять с плакатом и ничего не произносить. Как так? Что это за митинг? По мне, так митинг он как раз и делается для того, чтобы люди высказались. Но тем не менее, надо заметить, что те, кто пришли на митинг, вели себя мегакультурно. Полицейским отдельное спасибо. Ну и, соответственно, на сегодняшний день огромное спасибо депутатам за их голосование. Сегодня выглядит так, что депутаты – это истинные избранники народа. И они не пошли на поводу у бизнес-структур господина Щелла. По крайней мере, мы говорим на сегодняшний день. И это в очередной раз дает мне шанс сказать замечательные слова. Латвия – самая позитивная страна Евросоюза. И в ней зовут только добрые и чуткие люди. Доброе утро. Просыпаемся, Латвия.